Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о моральном авторитете и призвании. Итак, вторичное призвание. Давайте мы для начала дадим определение слову «цель». Цель – это то, чего мы желаем достичь, прилагая определенные усилия или же не прилагая никаких. Соответственно, если мы не прилагаем усилия, то цели мы либо не достигнем, либо достигнем очень и очень в отдаленной перспективе. Цель – это то, что мы ставим перед собой для того, чтобы не просто ее достичь. Знаете, победила ли победа ради победы. Цель – это вот эти этапы на пути достижения первичного нашего призвания. Например, мы понимаем, что, допустим, Бог призвал нас быть, допустим, преподавателем в каком-нибудь университете, и мы с вами садимся и начинаем думать, молиться и размышлять, что же мы должны сделать, чтобы добиться этой цели. И мы начинаем видеть. Для этого нам нужно закончить некое учебное заведение, нам нужно найти наставника, который будет помогать нам, нам необходимо прочитать вот столько книг, нам нужно побывать на таких-то конференциях, нам нужно защитить диссертацию одну, вторую, третью, сделать некие исследования и так далее, и так далее, и так далее. И вот все эти промежуточные цели, они определяют вот эту цепочку движения к нашей главной цели – исполнение воли Божьей для нашей жизни. Любой отец, который не ставит для себя или перед собой вот эти промежуточные цели, не имеют ни первичного, ни вторичного призвания, а просто лишь рассказывает другим о том, что оно у него есть. И поверьте, дети увидят это, и они это скопируют, и будут поступать точно так же, как и вы, пренебрегая призванием, пренебрегая целеустремленностью, пренебрегая тем, что, по сути, и составляет вот этот стержень абсолютно любого успеха. Итак, друзья, для нас, ну, очень важно быть целеустремленными людьми. Увидев первичное призвание, поняв вторичное призвание, то есть, как Бог может использовать меня в этом мире, к чему у меня есть дары и таланты, мы начинаем планировать, мы начинаем ставить перед собой цели. И планомерно, преодолевая все возможные трудности, падая и вставая, мы движемся к этой цели. И таким образом мы являемся примером для наших детей, которые следуют за нами. Более того, я вам, знаете, такую вещь скажу, что невозможно быть ведущим, да, если ты никуда не движешься. По крайней мере, ты можешь показывать направление, ты можешь говорить, вот туда идите, но тогда ты не ведущий, ты целеуказатель, ты некий пророк, может быть, но отец, он должен быть именно ведущим, то есть человеком, показывающим, что ничто тебя не может остановить на пути к достижению поставленной перед тобой цели. Ты человек, который приложит все усилия для того, чтобы добиться того, что Бог перед тобой поставил. Ты будешь учиться, ты будешь преодолевать трудности, ты будешь падать, но ты будешь вставать и, обернувшись назад, увидишь, что твои дети поступают точно так же. И поверь, они пойдут дальше тебя, они будут успешнее тебя. Но для этого ты должен им показать этот пример, что значит быть успешным и целеустремленным. Без этого не мыслим никакой моральный авторитет отца.